Нижневартовские кикбоксеры отличились на первенстве Европы. Соревнования по этому зрелищному виду спорта прошли в македонском Скопье. Оба спортсмена, входившие в российскую сборную, привезли домой медали. Гамзат Рустамов золотую, а Дарья Нефедова серебряную. Все подробности у Алексея Шабанова. Гамзат Рустамов демонстрирует свое фирменное оружие. Силу так называемой вертушки он понял несколько лет назад. С тех пор оттачивает прием. Было очень сложно. Тренировался по три тренировки в день. Старался выкладываться на все 100% на каждой тренировке. Старался дорабатывать то, что я умею. И после тренировки оставался и делал то, что не получается, чтобы можно было делать это на ринге. Во всех трех боях Гамзат оказался сильнее соперников. Самый сложный поединок в финал, куда он попал с еще одним россиянином. Победа осталась за нашим земляком. А вот Дарья Нефедова, успешно добравшись до главного боя, уступила итальянке. Я то ли не собралась, то ли не доснила свою соперницу. И все, так, под конец одного балла не хватило. Оставалось три секунды, и не хватило одного балла, и не успела заработать. На ошибках можно учиться, считает заслуженный тренер России Руслан Куштанов. Это помогает побеждать на турнирах более высокого уровня. Они у нас вошли в эту возрастную категорию младшим годом и поехали на первенство Европы. Следующий год большой будет первенство мира. Как раз будет время немножко доработать, поработать над ошибками, недостатки убрать. И, конечно, главная задача отобраться, опять же, в сборную России и удачно уже выступить на первенство мира. Желательно, чтобы уже было два первых места. Для этого нужно усиленно тренироваться. В секциях Югры кикбоксингом занимаются десятки ребят. Но лишь самые упорные доходят до вершин. Поэтому Гамзат Рустамов продолжает крутить свою вертушку. Впереди мировые арены. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников. Телекомпания Югра. Нижневартовск.